Давайте поговорим о линейных отображениях и научимся умножать матрицы и складывать матрицы. Представьте себе, ну, например, множество многочленов вида AX2, VX+, A, VZ, двигающиеся почти. Вот. И мы рассматриваем такое отображение. Каждый многочлен вида AX2 плюс BX плюс C отобразим многочлен A умножить на AX1 в квадрате плюс B умножить на AX1 в квадрате плюс B умножить на AX1 в квадрате плюс C. Ну, давайте запишем этот без букв X. Здесь, если раскрыть скобки, то получается следующее. AX2. Дальше. Какой выклицет BX? Это 2A плюс B. И какой свободный член? A плюс B. Замечательно. Вот. Мы должны отобразить вот сюда. В столбец A, 2A плюс B, A плюс B плюс C. Это понятно. Это понятно. Вот это типичный пример линейного отображения. Как это записывается в терминах матрицы? Ну, наверное, мы уже запомнили. Это нужно написать матрицу размера 3х3. Ну, здесь написать столбец A, B, C. А здесь написать 1, 0, 0. Здесь написать 2, 1, 0. И здесь написать 1, 1, 1. Вот такая матрица. Вот такая матрица. Она создает линейное отображение. Абсолютно понятно, что если все числа АВС одновременно уложены на это число, то здесь все умножится. Да? Тут матрица не изменится, а здесь все умножится. Здесь все умножится. Если к одному многочлену прибавить второй, то все замечательно, все перечисляют. Вот типичный пример линейного отображения. Для тех, кто знает рефору. Давайте возьмем то, другое отображение. Отображение дифференцирование. Когда AX2 плюс BX плюс C, переведем в 2AX плюс B. Так, я не знаю, что мы производим. Сейчас это и не нужно. Потому что все, что мне нужно, в принципе, я взял такое написал, да? Давайте подумаем. Если АВС умножить на число, то здесь умножится умножиться. Если взять А1X2, то B1X плюс C1 и А2X2, то здесь тоже сложится. Да, да. Тринейный отображение. Называется это дифференцирование. А вот, ну, я не знаю, как это назвать. Можно я просто назову как бы A. А теперь вопрос. Что будет, если сначала сделать A, а потом сделать D? Берем его членом AX2 плюс BX плюс C. К нему применяем A. К тому, что получилось, применяем D. Это один вопрос. Это называется композиция линейных отображений. Когда мы делаем сначала одно, потом другое. На самом деле, этих самых линейных отображений, это самое красное, бывает очень много. И они действительно оказываются нужны. То, что я сейчас взял, это совершенно игрушечный пример, который, в общем, никому не нужен. Вот. Это просто потому, что я как-то не придумал, что здесь можно было интересно рассказать. Но зато это действительно другая. Надо как бы посчитать с линей, а это мы считаем. Вот это мы считаем. Так, дальше мы считаем. Мы считаем, что здесь не должен взять ах2, а потом от него. И вот эта методическая, ну блин. И вот здесь нужно, что здесь нужно взять прибыль в�чину. Это значит, что это сделать прибыль от A, и с квадрата, плюс 2, плюс плюс A, и B, и с з, Производные упражнения это будет 2ax плюс 2b. Смотрите, я никакой ленинги здесь не пользуюсь. То есть я просто действительно взял этот предшественник, подставил то, что получилось, про дефицину. Попробовался, а можно ли было как-то получить тот же самый ответ, но, что называется, как решение? Ответ лишь можно. Ведь смотрите, оператор L – это вот такая штука. Давайте я торжественно это перепишу. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1. Так, а что такое оператор D? Ну, вообще-то… Матрица 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0. При умножении на столбец ABC дает нам как раз 0, 2a и b. А теперь смотрите, вот так записывается D. Дальше, вот так записывается D. Надо привыкнуть, что вот эта матрица – это фактически L. А вот эта матрица – это фактически L. И соответственно мы должны умножить вот это. 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Вот. И какой же будет результат? Ну вообще результат мы знаем. Это будет 2ax плюс 2a плюс b. А вот дальше скрывается замечательная вещь. Правило строка на столбец, оно не только при умножении на один столбец, а оно всегда. Давайте я сейчас напишу, а потом мы промерим, а потом мы в общем случае это тоже. Поехали. Что-то быстрее становится. Вот здесь и строка на столбец. Наверное, это будет 0. Умножение – это надо 1 на 1, 2 на 2. Так вот, это будет вот такой ноль, ноль, ноль. Потому что раскройка из всех рулей, на ноль, какого-то без умножения, все равно нужно. Дальше. Скройка 2, 0, 0. Когда вот на это умножаешь, это будет 2. А когда вот на это умножение будет 0. Когда на последний тоже будет 2. Теперь вот это, когда больше умножаешь. На это будет 2. На это будет 1. И 20. Так. Теперь соображение. Когда умножишь результаты их на АС, то получаешь ноль. Здесь получаешь 2А. А здесь 2А плюс В. Ребята, ноль – это в центре Х квадрата. 2АХ – это у нас есть. 2А плюс В – это у нас тоже есть. Ну, и сейчас у нас матрицы и для D и для L были записаны в одном базисе. 1, а на это – V. Которое, так же, так же, мы обращаемся в пространстве. Нет. 3. Когда умножаешь число, то, как известно, а на б и на. Вопрос для матрицы. Так или нет? Конечно нет. Давайте прямо для этих двух матриц перестать. 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1. Это матрица, соответствующая. И весь матрица, соответствующая динфицирования. 0, 0, 0, 2, 0 и 0, 1, 2. Давайте поймем, что такое. Это сначала продифференцировали, а потом заменили х на х плюс 1. Прекрасно. Умножаем по принципу строка на столбец. Строка на столбец будет 0. Строка на столбец будет 0. Строка на столбец будет 2. Это просто аналитики. Строка 2, 1, 0, 2, 1, 2. Прекрасно. Строка на столбец будет 0. Строка на столбец будет 0. И, наконец, 1, 1, 1. Строка на столбец будет 2. Здесь будет 1. Здесь будет 1. Что же это за результат? Если умножить это на АВС, умножить на столбец АВС, то смотрите, что получится. Получится 0. Получится 0. Дальше получится 2А. И дальше получится 2А. Вопрос. Правда ли, что если мы начнем сначала продифференцировать? Продифференцировать, то здесь взять вот так. А каком Х заменить на Х плюс 1, то получится та штука. Давай проверим. 2А умножить на Х плюс 1 и плюс В. Это что такое? Это 2Ах плюс 2А плюс В. Ну да, все понятно. Так. Теперь вопрос. У нас получилось одно и то же или не одно и то же? Посмотрите. Что здесь? 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1. А здесь? 0, 0, 0, 2, 0, 2, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Красное. В одном месте 0, а в другом 1. В одном месте 0, а в другом 1. В другом месте 1. Ой! Так, смотри. Теаридов рассчитался. Теаридов должно было получиться огню душа. А я вот здесь рассчитался. Объясняем, почему у меня должно было получиться огню душ? Потому что операция дифференцированная и операция сдвига вдоль оси, они вообще-то конечные функционируют. Найти касательную и сдвинуть ее. Или сдвинуть и там провести касательную. Это одно и то же. Вот, разобрался я. Я здесь не сумел переписать макинус. Простите меня, пожалуйста. Но все-таки, поскольку я помню, что в ответе нужно совпасть, то все-таки у меня хватило мозгов для того, чтобы свою ошибку исправить. Так, теперь, во-первых, это доказывать в общем виде и выписывать, что же это все означает в общем виде. А во-вторых, заданный вопрос, все-таки умножение матрицы коммутативно или нет? Давайте найдем какой-нибудь ответ. Давайте сделаем так. Не будем брать матрицы 3х3, а возьмем какие-нибудь простые матрицы 2х3. Давайте возьмем, например, такую матрицу. 0, 1, 1, 1 и другую. 1, 0, 1, 1. И здесь 1, 1, 1, 1, 0. И здесь 0, 1, 1, 1, 1. Так, считаем. Считаем. Строка на столбец это будет 1, здесь 1, здесь 2, здесь 1. Согласны? Согласны? Так, теперь здесь считаем. Тьфу, здесь вообще не получилось. Согласен, это ужасно. Потому что здесь все числа были положительные, а здесь получился дно. Вот вам пример. Честно говоря, я, Саша случайно писал эти числа, просто хотел написать матрицу, ну такую, что-то самую простую. Написал и, как видите, произведения разные. То есть, когда перемножаешь матрицы, очень важно, как на порядке их писать. Теперь давайте какой-нибудь пример, что называется решение. Давайте возьмем такую штуку. Симметрия относительно кремонии и к скаме имени. Подумаем, какую матрица задана. Вот если у нас была точка с координатами х, то она при этой симметрии должна перейти в точку с координатами и ух. Значит, матрица очень простая. Ноль, один, 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 ноль. Укроверяйте, строкан столбец это будет х, строкан столбец это будет х. Вот. А другое отображение. Пусть это будет поворот на 90 градусов. Поворот. На 90 градусов против часовой температуры. Как это записать в матрицах? Очень простой. Берете какую-нибудь штуку с координатами х, и смотрите. Вот этот угольник при повороте должен перейти вот в такой. Значит, у вас точка с координатами х и ух должна перейти, вот здесь был х, здесь ух, в точку с координатами минус ух. Вот так. Что это за матрица? Строка на столбец должно быть минус ух. Значит, здесь вот. Так вот. И здесь, чтобы улучшился х, должно быть единица. Это должен быть 0. Отлично. А вот теперь давайте зададим себе такой вопрос. Если сначала поверхность х и ух, 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 ух. Вернуть, а потом отразить, что это будет. И наоборот. Если сначала отразить, потом повернуть. Это будет то же самое, или нет? Поскольку я, конечно, еще не очень привыкли к матрицам, то давайте сначала это сделаем просто на хвост. Итак. Жила-была точка на признаках. Сначала отражаем. То есть меняем местами и ух. Потом поверячиваем. Я напоминаю. Это нужно поменять местами координаты. И при этом перед первой поставить минус. Хорошо. То есть меняем местами. Включаем х и перед первой ставим минус. Вот это называется симметрия. А вот это будет симметрия. Это как поворот. Теперь давайте наоборот. Сначала делаем поворот. Это будет минус или х. А потом делаем симметрию. Меняем местами координаты. Это будет х минус и. Как видите, ответы получились разные. Ну, вообще, если взять и действительно поверхность плоскости отказить, то вы увидите, что, ну да, действительно получаются разные ответы. Теперь на языке матрицы. Чего это соответствует? Когда умножаешь матрицу 0,1,1,0. На матрицу 0,1,1,0. На матрицу 0,1,1,0. То получается 1,1. Как я сейчас посчитаю. Это будет 1,0,0 и минус 1. А когда берешь 2,0,1,1,0. Умножаешь на 0,1,1,0. То получается 2,0,1,1,0. То получается 2,0,1,0. Вот это разная матрица. То есть вот это слово надо на всю жизнь, что умножение матриц не обязано быть вот этим. Хорошо. Хорошо. А теперь все-таки давайте пока чуть-чуть времени на то, чтобы в общем виде записать формулы и понять, что же такое у нас умножение матриц. И почему же вот это волшебное правило строка на столбец действительно всегда окружает. Здесь чуть-чуть придется посмотреть на всякие разные ужасные суммы. erinfiniks на салюк. Еще умер. Немного звучит.